Всем привет, уважаемые подписчики и зрители! С вами Синеман. И я продолжаю проходить игру Биошок. Ну что же, нашел я способ, как попасть... Попасть в эту решетку, в подвал. Нашли мы путь. И сейчас мы туда попадем. Вот, кнопочка была. Вот она, замечательная кнопочка, и мы попадаем... ...в святая святых. Можно сказать. Давайте посмотрим, что же там. Что же тут? Ну-ка, ну-ка. Да, мы пока еще находимся, если кто-то, может быть, не понимает. Мы находимся еще в форте Веселый. Ух ты, тут еще есть совершенственная машина. Отлично. Машина... ...для Андрейля. И очень темно. Очень темно в этом месте. Так, ну вот меня попросили... ...что сделать. Надо проверить, что вообще вот это выглядит именно. Вот так вот это выглядит. Что же мы видим? Что же мы видим? Вот! Ну, такие вещи происходят в этом месте. Мутант-паук... ...появился. Так, ну так или иначе... ...мы пока еще не нашли... ...ключика, видимо, от решетки. Давайте попробуем взломать... ...взломать именно сейф. ...проверим, что тут... ...в нем. Осторожненько. ...вы тут мы найдем ключик... ...от решетки. Нет, ничего тут нету. Ничегошеньки... ...тут нет. Очень жаль. А, вот эта мадам отсюда встала. Все понятно. Как же, все-таки, нам попасться в эту решетку в подвал-то? Я уже думал, прям нашел путь. Но подвал по-прежнему заперт. И никак нам в него не попасть. О-о-о-о! Отлично! Открылся. Замечательно. Вот сейчас тут будет, видимо, представление, я помню. Сейчас тут будет... ...замечательное представление. Открылся. Питание. Замечательно. Номер два. Так, а у нас, похоже, уже третья уже есть. Да, поэтому не надо. Вот, нашли. И появились статуи. Вот такие замечательные статуи. Смотри, вот они вяжут прям ко мне. Валдеть! Мутанты-пауки. Всех порешим. Так вот. Не очень-то. Да, видите, автомат получше сострелять. То есть его вообще почти не поднимает наверх. Отличный, кто-то. Еще кто-то? Что ж за звуки-то ужасные такие прям. Вон круг. Вот, видимо, мутант-паук. Сейчас мы убьем. Это все. Замечательно. Всех убили в этом месте. И мы теперь уже можем спокойно отправляться в Гефест. Тут нам делать уже больше совершенно нечего. Все тайны этого форта веселой мы открыли. Ну что же, вот прибыли мы. Добрались мы до Гефеста. Замечательно. Ну-ка. Осторожно. Райан приходит в себя. Займемся лучше своим вязанием. Хм. Ну все. Тут либо пан, либо пропал. У Райана в руках генетический ключ к восторгу. Если его заполучить, то мы вырвемся из этой чертовой дыры. Но если нет, тогда от нас с тобой останется мокрое место. Это ужасно. А теперь будь любезен. Отправляйся в кабинет Райана и убей этого мерзавца. С удовольствием. Так, что за телефон? Хо. Вижу, Коэн утратил сноровку. Знал бы ты его в те времена, когда... когда он еще верил в то, что делает. В борьбу. А теперь он гниет заживо. И все ждет, пока кто-нибудь придет и скажет, что у него талант. Наверное, поэтому он оставил тебя в... Так или иначе, добро пожаловать в Гефест. Личный Гефест, где Иисус всех любит. Что за музыка такая ужасная? Что же происходит-то здесь? Что за кошмары? Ну-ка, ну-ка. Дальше ближе. Ну что ж, нам вот сюда вот нужно дойти. Не особо далеко. И сейчас мы дойдем. Вот там товарищ кого-то проверяет. Дорично. Всех приколожим в этом месте. Ну-ка. Всякие маги. Замечательно. Старик, мужик. Вот, уже почти умер. Отлично. А что ж, у нас какие-то кучи-таки удивительные приспособления были? Электрические. Давай, будет, на. Давайте-ка возьмем вокруг. Ой-ой-ой. Это помещение. Посмотрим, что мы тут могли пропустить по дорожке. Да вроде ничего, все нормально. С этим участком. По повелению нашей руки, прям по мановению нашей руки, мочки взорвались. Ну что, нравится тебе? Нравится? Нормально, в принципе. Похоже, он немножко с ума сходит уже. Это Эндрю Райан. Что случилось? Кто что-то смеется-то, а? Вот он, гад. Вот ишь. Химический распылитель. А, напалм получили. Свои, мужик. Да свои. Осторожненько. Чуть, убиваем их? Какой-то прямо чел-то. Ладно, давай по-другому. Поставьте их, чтобы я мог видеть. Давай, вот это вот. Убегать, летиться. Вот и все. Не успел тут бежать. До аптечки. Кто что у нас постреляет? Красная музыка. Что за кошмары? А, вот что это было. Вот что это было. Сейчас. А, вот там вот турель. Ничего не поделаешь. Какие-то ходы хитрые, по-моему. Запись. Райан национализировал Фандерпу Туристикс. Теперь компания принадлежит ему до последнего гвоздя. Для блага города, он говорит. Со временем он ее разделит, он говорит. Я ушел из совета и написал письмо протеста. Но это все равно, что плевать против ветра. Будет война, говорю я вам. Если только кто-нибудь не остановит Райана, и чем раньше, тем лучше. Ну, сейчас мы его остановим. Должь запрыгиваешь, уж топотимся, ну-ка. Калечимся здесь. Что вот тут? Ну-ка. Калечинка. Вот я, мужик. Вот он я. Получай. Вороевоинами. Отлично. Удели паука. Кхм-кхм. Куда-нибудь дорога. Так, ну что ж, продолжаем запись. Движемся дальше. Центр управления восторгом. Офис Эндрю Райана. Вот нам именно сюда. Нам именно сюда надо. Уважаемые зрители. Ужасно мусор. Я несколько часов провел, пытаясь подобраться как можно ближе к воротам Райана, не выставляя себя на показ. Он там заперся, как в сейфе. За все свои труды я только получил по физиономии от Райановых мутантов. Вот так и бывает с теми, кто пытается перехитрить лучшего электротехника нашего времени. Выпили немножко пива. Прибалили за счет этого здоровья. Так, что дальше? Посмотрим, обыскиваем. А, подарок. Тебе нравится, да? Очень даже. Гранатомесик. Спасибочки. Отлично, спасибо. Ух ты! Появились пауки! Покойствие, ребятки! Не очень-то. Есть отличное оружие против вас. Но, лечиться. Видите, давайте лечиться. Сволочь какая! Где уйдет? Вот так вот. Фаре, какого шли паука! Товарищи. Что у них было? Посмотрим. Куча прямо жизней. Куча здоровья. Ух, это еще и кварта ионного геля какая-то. Пока мы ее взять не можем. А, ладно. Что еще у нас тут может быть? Что мы тут можем еще найти, кроме камеры? Которая вращается. Вот она. Осторожненько. Да, кстати, а папочка здесь есть? Ну-ка посмотрим. О-о-о! Целых трое папочек. В этом месте. Ну-ка. Уничтожен на камеру. Вот, дерьми. Возьмем. Так, ну тут, в принципе, нам особо делать нечем, конечно. Проверим. Что-то может быть такого любопытного, но особо, в принципе, ничего. Пока ничего. Идемте дальше. Покой Эндель Райена. Червь поднимает взгляд и видит лик божий. Ну, а глянись по сторонам. Тут же целое сборище червей. И у всех у них были отцы и матери. Люди, которые их любили. Они женеялись с пальцами со своими женами. Так почему ты думаешь, что ты другой? Я еще не выбрал для тебя место на стене. Скажи, если у тебя есть предпочтение. Место на стене. Видите, куча уже висит этих. На стене людей. Бедняк. Кто такой? Тут же кто-то есть. Кто-то живой. И вот. Прерыватель контура. Что-то здесь используем. Смотреть холл. Давайте осмотрим. Но перед этим осмотрим, конечно, трупы. Ох. Но здесь прям труп висит. Золотой. Мне пришлось плясать вокруг этого гиббона, битых три недели. Но в конце концов он все-таки раскололся и сказал, как убить Андрю Райна. Создать перегрузку ядра три элементарно. Осталось выяснить, что такое эта самая перегрузка. И что такое ядро три. Элементарно для инженера. Жаль, что я-то специалист по дамским туфелькам. Что ж, посмотрим, что я вытрясу из макак в центре термоконтроля. Ну, здесь и центр термоконтроля. Как это типично для всех паразитов, вечно пытающихся прыгнуть выше головы. Я бы объяснил, почему тебе никогда не достичь того, чего стремишься. Режут. Но это все равно, что играть Моцарта. А, заваривают наоборот, по-моему. Нет, режут. Смотрите, какие тут прям появились маги всякие. И прочее. Ребятки. Всех убьем. Ой, прям бежит прямо на меня. Бронированный, что ли, может быть? Ты что удумал? Что удумали, ребята? Куча всяких представителей в этом месте. А вот так вот, если... Чего-то важно пулями, я вот эту не могу понять. Вот и все. Отвысь. Отлично. Вот да, собрался. Вот да, собрался, да. Ну тогда сейчас будет вот так, мужик. Вот так вот. Понравилось? А это другое дело. Сразу убежали. В воду, видимо. Давайте еще разочек. Еще разок. Что такое-то? Вот. Отлично. Прямо какой-то маньяк мощный. Пришло время умирать, мужик. Ну, время умирать. Нет, даже так не хотят. Даже так не хотят. Вот так вот. Прямо сейчас, разве ты не слышишь, как воздух входит в его легкие? Вновь открываются магазины. В школах слышно гудение юных умов. Мой город будет жить и процветать. И когда это время придет, твою могилу мы разберем на плиты для тротуаров. Какой кошмар. Какой ужас. Так, сейчас мы-то выщем. Какого-то убили в этом месте. Вот он, по всему. Бедная кровила. Он же погиб. И, конечно же, не забываем про запись. Которую мы видели. В одном из трупов. А что здесь? Это тайный ход небольшой. В чем разница между паразитом и человеком? Давайте послушаем. Человек создает, паразит спрашивает, а где моя доля? Человек творит, паразит говорит, а что подумают соседи? Человек изобретает, паразит говорит, осторожно, не заступи Господу Богу на мозоль. Так, ну что, хорошо. Так, поле заморозки какое-то вот. Следующий тоник. Поле заморозки. У нас он, в принципе, есть вот. Улучшим его. Отлично. Поле заморозки мы его улучшили. Что в сейфе? Проверим. Что в сейфе? Вот такие вещи. Ну, тут у нас. Что имеется? Вроде как ничего, тут и трупы. Тут и трупы. Ну, вообще ничего. Ну что ж, уходим. Уходим отсюда. Идем к записи. Так, похоже, она тут была. Нет, здесь именно. Остановите Райана. Ну что же, снова продолжаем запись. Движемся к этому ядру. К замечательному ядру Гефеста. Будем его перегружать. Вот, но именно идем, именно в температурный отсек. Вот ядру Гефеста. Такое огромнейшее ядро. Такой ужас. Что там? Может, опять там кого-то... Кого-то уже там... Толкает папочка. Атакует они сестричку. Ну-ка. Куча магов везде. Сейчас мы этих магов... Прикокошим. Только не дай бог, вот эта папочка еще божжется огнем нашим. Ой, это же не очень хорошо. Потом маг. От себя. Отлично. На колени. Кстати, у нас же неплохо суши-то работает. Мы же ее улучшили. Как вы помните. Перечахоточные. Так, запись еще. Послушаем ее. У нас, видите, Фонтейна. Ух ты. Пока мы тут слушали запись, у нас же напал один мутант. Ничего, нормально. Мы справились. Мы по-прежнему живы. И полные сил. И желания. Так, что же, не взять уже? Не взять. Ну ладно. Так, так, вот насчет камеры. Давайте-ка ее... Немножко потревожим. Таким магаром. Хотя, кстати, можно было бы ее и взломать, конечно же. И куча этих мутантов бы попала бы... Под обстрелы роботов. Ну ничего. Мы и так справимся. Мы и так справимся. Все будет отлично. Вот и серию, конечно, мы сделаем это покороче, потому что что-то я посмотрел в последнее время, у меня прям такие серии... Получится длиннющие. По 50 минут уже начались. А это не очень, на самом деле, хорошо. Не очень-то хорошо лично для меня и вообще для канала. Не буду объяснять почему, но поверьте на слово. Поэтому будем делать покороче. Ну, 35 минут, это нормально. В самый раз. Такой мы и попытаемся сделать. Хотя, в принципе, я пытался сделать каждый раз ее такой. Только на этой неделе мы потеряли двоих механиков. Нужно контролировать расходы. Контролировать расходы. Хорошо. Вы контролируйте, а мы... А мы попробуем перегрузить ядро. Присазываю, что там уже очень сильно даже. Вот именно, парень. Попробую правиться с моими примочками. Я тебе покажу, на что способен. Кто это сказал? Вот это вот, блядь. Ну да. Мощный мужик довольно-таки. То ли маг. То ли еще кто-то. Давайте куда пойдем. Ух. Да, вот. Ничего не поделаешь. Нам нужно это мясечко. Нужна нам застанция усовершенствованное оружие. И что же мы тут улучшим? Так, вот увеличение пробивной силы, например, арбалета. Думаю, очень даже неплохо. Дальцер спылеет. Тоже, кстати, хорошо. Размер барабана револьвера. И увеличение убойной силы. Револьвер. Давайте увеличим барабан. Вот огромный пистолет у нас. У нас как патрончик получится. Ух ты, на 24, ничего себе. Вот это револьвер, револьвер. Я вам скажу. Убийца. Я наемный убийца. Вот это круто. Наверное, я могла бы согласиться. Рехнуться можно. Я верила во все это. Верила в Райана. Но когда дела пошли скверно, Райан сам перестал верить в восторг. Перестал верить в великую цепь. Он верил только в силу. А теперь здесь все трещит по швам. И моя дочурка пропала. Даже хуже, чем пропала. Стала одной из этих тварей. Так что же, я убийца? Но вот сейчас мы это и выясним. Сейчас мы это и выясним. Смотри, как разморозился довольно-таки быстро. Разморозился мужик довольно-таки быстро. Паучевка. Вот так у тебя. Прямо в голову твою. Отлично. Вот и все. Ну, как мы видим, конечно, да, особо... Он не убойный. Уж патрон-то обычный. Так, иначе паука мы этого убили. Убили мы этого паука. Не нашли вот этого местечка. Это мой контроль ядра. Давайте прямо сюда. Прямо сюда и пойдем. Контроль утечки тепла. Очень интересный. Хэт лос. Хотя, какой хэт лос? Хот лос тоже. Не хэт лос. Ну ладно. Хорошо. Что за кошмар? Кто потушил свет? В чем дело? Что там за ужасы? Сейчас, видимо, будет представление так представление. Всех мы подожгем, я думаю. Хоть тут и баллон взорвающийся, мы тоже можем взорваться. Но ничего. Зато будет весело, я думаю. Посмотрим. Будет очень даже весело, я считаю. Опять? Кто-то потушил свет. Ну что ж такое-то, ребят? Ну зачем же вот так? Для чего же вы так со мной поступаете? А. Оп. Ух ты, ё-моё. Поделись. Ну-ка, мужик, прочь от меня. Всех поджечь. Тебя тоже. Вот так вот. Отлично. Я побьем. Старского усилия понадобилось, чтобы создать этот город. Да. А что создал ты сам? Ничего. Ты умеешь только грабить и ломать. Ты не человек. Ты термит в Ирсале. Да, кстати, очень напоминает именно фразу этого доктора из Хофф-Лайфа. Он тоже обращался именно к этому нашему мистеру Фримену. Потому что, мол, тоже мы ничего не создали. Только разрушаем. Ну так, раньше мы идем. У нас миссия. И нас не остановить. Шоколад вкуснее винограда. Шоколад вкуснее винограда. Ну я бы поспорил бы, конечно же, что вкуснее. Я бы поспорил бы, конечно же, что вкуснее. Ну да ладно. И вот он, видимо, этот контроль. Контроль. Нет, еще ниже, еще ниже надо. Еще ниже. Смотри, сколько здесь этих ребятов-то. Надо вместе. Что ж ты орешь тогда? Ты что кричишь? Ну все. Давайте хотим другое оружие какое-нибудь. Может быть даже это. У нас, видите, все оживают прямо. То ли они отдыхают просто. Валяются там. Ну или еще что-то. Это, значит, все оживают. Ты... Выключатель вон там, да. Почему Райан сам не может заняться этой ерундой? Потому что у мистера Райана есть дела поважнее, чем обеспечивать верность вредах. Передавай привет Фонтейну, подлый предатель. Нет! Нет! Закоротили человека, ну что, сейчас мы этот выключатель дёрнем и всё будет нормально, я думаю, всё будет отлично. Ну-ка, поближе. Ну, мак ты такие, давай-ка я сейчас фотографирую. Вот, эх, исчезло всё-таки уже. Нормально. Так, что такое проще предсказать направление телепутации мутантов-магов. В принципе, мы и так можем его найти, этого мага. Ну-ка, выходи. Наверху. Наверху застрял, ну ладно. Ничего страшного. Что здесь? Ух ты, смотри, с рук всего прямо. Видео-ка цепь. Я не признал красотку, которая сегодня заявилась в лавку. Вся из себя фигуристая и нарядная. Конечно, старалась ходить вокруг да около, но там большого ума не надо, чтобы понять, у девчонки проблемы. Она спрашивала про магнитные замки и всё такое. Я пытался строить из себя дурочка, но она не отставала. Ну и наконец я отправил её в лавку кибурца, который торгует инструментами. Восторг, конечно, разваливается на глазах, но иногда большая цепь всё ещё делает подарки. Вот здесь ещё какая-то лавка кибурца какая-то. Одним-ка. Уход от стрежки два. Надо бы сказать зона слежения. Всё понятно. Так, ну в принципе, это нам особо тоже ни к чему. Избежать камер слежения. А вот, по-моему. Да-да-да, вот это улучшение. Отлично. Новую нам дали задачу, но мы же ещё эту не выполнили. Мы же ещё не выполнили эту. Сейчас мы её выполним обязательно. Какие тут вещи всякие лежат. Полезные для нас. Малым. Гейлик гелический. А можем мы либо труп поднять? Можем. Ух ты! Ё-ка раз это... Мах отвалялся у нас. Давай кого закоротим. На тебе! Вот так вот. Включи. Эх, что ж я так прокатил-то ужасно. Слишком спешил. Не попал, может сказать, что ли? Покер сказать, что не попал. Ладно. Где же болт? А, видимо, она успела исчезнуть в этот момент. Пока я стрелял. Ну вот. Ну, сейчас и попадёшься, я думаю. Тебе труп. Включи. Какого-то милого? Класса, прячь. Все нормально. Я не причиню ему вреда. Все отлично. Нужно всего объектов. Но это нам не надо, это нам не надо, храни в банке. Спокойно, я только хочу сфотографировать, я только хочу поговорить. Всё нормально, всё нормально, уходим. А вот и выключатель, отключаем итог. А, взломать надо, давай взломаем. Не провалим, у нас есть автобуслом, вот и всё. И вот мы выключили то, что по идее должны были выключить. Замечательно. Так грустно, мистер Би. Ага. Крысы ещё не успеют тебя доесть, как восторг возродится. А все, не все. Я возглавлю парад. И люди спросят, кто это? Глядя на труп на стене, кто это был? Кто это был? Похоже, никого он не вышел, это уже на подмогу этот. Райан. Всё нормально. Ещё чуть-чуть подайной. Вот такая запись. Ну, давайте её послушаем и уже, видимо, на этом моменте закончим эту серию. Я умолял Райана передать Фонтейн Футуристикс Атласу в качестве предложения мира, но этот идиот отказался. Вместо этого он принялся накачивать толпу, давая им всё больше крутых плазмидов. Теперь в восторге гонка за то, кто быстрее потеряет человеческий облик и станет чудовищем. Так, ну что же, вот он, папочка. Вот он, папочка. Где же сестричка? Давайте проверим, вылетит она оттуда или нет? Ну? Где же она? Вот, вылезает. Вот сейчас мы разберём с этим папочкой. И со всеми сальнями тоже в этом месте. Вот так вот, товарищ. Ты тут можешь быть поаккуратней. Осторожненько, ребята. Ничего. Скотерпит. Сколько там ещё жизней, думаю вы. Сколько у тебя ещё жизней? Где ты? Вот так вот. Почему вы дешевелите, спектр Павлов? Ну что ж поделать? Элитный. Громила был повержен. Нет. Нет, 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 нет. Вот так мы спасли. Одну сестричку здесь. Спасибо. 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 Спасибо за напоминание, что свет ещё горит в нашем мире. Я пошлю малышку, чтобы она помогла тебе в пути. Это леченько. Ну давайте, может быть, действительно дойдём до этого сада собирателей. Посмотрим, какой же там будет подарок. И вот потом уже закончим. И никаких слёз. Никаких слёз нам тут не надо. Где сад здесь находит? Давайте посмотрим. О-о-о, а сад довольно-таки, видимо, далеко. Сад-то, видимо, очень далеко вот в этом месте. Ну, давайте проверим. Я тут уже смотрел. Не дури. Ну-ка. О, у нас тут... Эй, тебе меня не обмануть! Вообще ничего, что ли, тебе? Вот она убёг. Вот она убёг-то, мужик, смотри, вообще ему... Ну что ж такое-то вообще? Ты умирать-то будешь вообще? Умереть город на дне морском. Это чудо. Такой человек оказывается в самолёте, который падает над океаном, и попадает в этот же самый город. Да, это можно назвать Сказом. Вот так вот. Полежим не надо. Кошмар. Хорошо, он сбегает. Ещё одна запись. Послушаем. Вот что я тебе расскажу про Книпурцы и всех этих университетских умников. Они все очень умные, но только иногда ведут себя как дураки. Я ему на той неделе поставил выпить, и не успел даже глазом моргнуть, как он мне уже разболтал, что кот от двери его офиса — это день независимости Австралии. Теперь я переспокойно туда пробираюсь, когда надо, и таскаю у него из кассы. Австралиец ничего не замечает, а я уж ему точно не скажу. Вообще там у них какая-то странная ерунда творится. Может, когда-нибудь я и наберусь смелости. Какой-то кот обнаружили мы. Но по-прежнему пока не нашли до этого ещё сада собирателей. И очень ничего, видимо, далеко от него идти, но хотя в принципе уже почти давайте. Пойдём. И посмотрим, что же там. Уже почти финиш. Так. Отличные звуки. Просто замечательные. Вот и мы. Ну и где же тут сад? Где же тут сад? Вот там вот прямо. Прямо тут. Вот он. Вот он! Тот, кто нас спас! Отличненько. Вот и подарок. Ну же, очень хорошо. Очень даже неплохо, знаете ли. Ну и вот на этом моменте давайте закончим... Закончим эту серию и продолжим, конечно же, в следующей. С вами, как обычно, был Синеман или просто Виктор. Кому понравилась эта серия. Не забывайте про ваш лайк, комментируйте. И подписывайтесь на мой канал. А потом уже спать. Всем пока и всего вам хорошего. До новых встреч на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok